Правила на пульс от Mail не так уж сильно отличаются от правил на Яндекс.Дзен, ну если вы перешли с одной площадки на другую. Но что делать, если пульс для вас самая первая площадка, на которой вы пишете? Ну, либо вы не знаете о том, что правила все же немного отличаются и продолжаете следовать тем правилам, к которым привыкли. Давайте разбираться в этом вопросе. В общем, сегодня поговорим о правилах и требованиях к публикациям на пульсе от Mail. А это Кретов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. Ну и давайте начнем с самого простого, что в принципе на всех площадках практически не отличается, будь то пульс, про который мы сегодня говорим, хоть там Ютуб, хоть Дзен, хоть вот я не знаю, любая там, хоть Инстаграм. Во-первых, это материалы 18+. Если материалы 18+, вы понимаете, о чем я говорю, то такие материалы на площадке запрещены, но тут есть тонкий нюанс. В медицинских целях или если это исторические упоминания, то вроде как можно, но опять же с оговорками. То есть, если у вас нет детального описания того, что там происходит. Ну то есть, довольно просто. Упомянуть, если это необходимо, можно, описывать нельзя. Думаю, понятно. То же самое в принципе с шокирующим и трагическим контентом. В историческом контексте, пожалуйста, там такое-то сражение, такая-то битва, сколько угодно. Но если вы начинаете подробно описывать, что там произошло, то это уже как бы нет. Подробно описывать это я имею ввиду не цифры, даты, там сколько человек с каждой стороны было, а какие-то такие нюансы, которые могут вызвать сильные негативные эмоции, как написано в справке. То есть, если вы просто в статье пишите «Корая Людовика казнили», то это одно, нормально. Если вы пишете «Как» и во всех подробностях это описываете, то это уже другое дело, и так уже нельзя. Ну и в принципе у них там в справке есть отличный пример. Можете к ней обратиться, там если вы пишете «Холодец из приятелей», то это запрещено. Если вы пишете «Жители Архангельска приговорили за каннибализм», то это другое. Второй вариант заголовков уже допустим, потому что там нет подробностей. Ну и как бы третий самый популярный вид нарушения — контентный спам, он же там желтуха всякая. Там тоже есть упоминание об этом, и приводится такой пример. Там про Меган Фокс пример приводится. «Как нельзя делать? Меган Фокс и Принц Гарри совсем потеряли стыд и шокировали публику». Вот так нельзя. Зато можно написать «Меган Фокс и Принц Гарри целовались на публике». Пожалуйста. Но тут разница для тех, кто давно пишет, в принципе очевидна. В первом случае шокировали чем-то, непонятно чем. Как бы можно сказать, что это кликбейтный заголовок. Во втором случае упоминается конкретно, что произошло, и никакой эмоциональной реакции не дается. Вот. Очевидно. Ну, понятное дело, запрещены любые материалы, призывающие к противоправным действиям. Запрещены материалы, которые нарушают законодательство Российской Федерации каким-либо образом. Но с законодательством нашим нужно быть совсем осторожным, потому что там шаг влево, шаг вправо, и все, и к тебе приехали. В общем, будьте в этом вопросе очень аккуратны. Нельзя в своих материалах употреблять названия брендов алкоголя, призывать к курению, употреблению этого самого алкоголя. Если есть какие-то рецепты, в которых упоминается, что вы добавили какое-то, допустим, вино, нельзя писать, какое именно вино. В общем, запрещена, по сути, любая реклама алкоголя, табака и тому подобного. Но думаю, про наркотики тоже все понятно. Запрещено призывать к их употреблению. Упоминать их в каком-то историческом новостном контексте, пожалуйста, призывать нет. Также в историческом новостном, либо в контексте каких-то фильмов и видеоигр можно упоминать оружие. Просто писать про оружие на пульсе от мейл нельзя. Даже в контексте фильмов есть некоторые оговорки. Я писал про фильм «Блокпост», про то, как они там варили патроны, и написал, что вот можете посмотреть на ютубе обзоры, которые там рассказывают о том, что это все не работает. И меня попросили эту статью подредактировать, хоть она была и в контексте фильмов, но все-таки убрать там какие-то детали, нюансы, описания, все это сделать максимально вот таким абстрактным. Я так и сделал, как бы после этого статья прошла модерацию, все с ней нормально. Но это я все к тому, что даже в контексте, который вроде бы разрешает правила, не стоит вот так вот расходиться и расписывать это все. Если пульс как-то негативно относится к теме, то лучше с ней быть предельно осторожным. Ну, понятное дело, что дальше по списку у нас идет реклама всяких казино, выигрышей, быстрых заработков, каких-то мошеннических схем, все это тоже запрещено. Но в историческом новостном контексте, пожалуйста, например, пишите, как появились первые казино, описываете, что, как они работали, это нормально. Помимо казино и всяких схем быстрого заработка в кавычках, сюда же относится реклама азартных игр. То есть всякие чемпионаты по покеру, о них можно тоже в историческом контексте, но вот рекламировать их никак нельзя. Материалы на медицинскую тематику разрешены, но только если в них не содержатся конкретные какие-то методы лечения без консультации с врачом, нельзя в таких материалах призывать к самолечению, либо призывать к тому, чтобы вообще отказаться от лечения, либо какие-то народные методы нельзя использовать. А лучше всего добавлять в такие материалы комментарии экспертов, какие-то рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, например, там, либо каких-то врачей, причем имеются в виду комментарии нормальных врачей, гомеопаты это не врачи, если что. Гомеопатия сама по себе уже наука, и такие материалы тоже запрещены на пульсе, но разве что если вы разоблачаете гомеопатию, тогда нормально. Сюда же относятся всякие материалы про мистицизм, эзотерику, какую-то астрологию и подобную чепуху, которая вообще не работает, не работала, и почему-то люди в нее верят, ну как бы. На пульсе нельзя писать о том, что все это работает, но можно как и с гомеопатией это все разоблачать. Писать в историческом новостном тоже можно. Стилистически к материалам тоже есть определенные требования, начиная с того, что нельзя допускать множество ошибок. Но в принципе даже если у вас немного ошибок, то лучше все равно их исправлять, находить, давать материалы, проверять тому, кто в этом понимает и разбирается. Причем это полезно не только для заработка, но и для вас самих. Допустим вы написали какую-то статью, скинули ее знакомому, у которого по-русскому лучше оценка, чем у вас была, он проверил, указал вам на ошибки, вы потом уже в этих словах будете меньше путаться, меньше допускать ошибок. И вы развиваетесь, и для, скажем так, заработка полезно. Ну и понятное дело, что материться и ругаться тоже нельзя, кого-то оскорблять тоже нельзя. Особо стоит выделить жарганизмы всякие, их употребление тоже крайне нежелательно. Ну то есть допустим, всякие материалы типа «Болотные поехали на стрелу, чтобы отжать бабло» тоже не рекомендуются к написанию. Не информативные материалы, материалы для роботов, а не для людей. Какой-то машинный перевод текста. Это все тоже под запретом. А особенно хочется выделить запрет на художественные рассказы, стихи и анекдоты. На дзене это все можно, и меня это особенно подбешивало, когда я вел канал по истории. Ну то есть я опубликовал там какие-то серьезные статьи с выдержками, с аналитикой там, писал какие-то цифры, даты, факты. А кто-то брал, выдумывал все из головы и забирал у меня все показы. Ну то есть писал что-то там «Солдаты на фронте присвистнули, увидев проходящую мимо медсестру». Вот такой вот заголовок и все. Все показы его, все дочитывания его и все. Этот заголовок, конечно, не совсем дословный, но примерно содержание такое там было. При этом еще там фронтовая фотка какая-то стояла. Ну и я много раз говорил о том, что на пульсе запрещены личные блоги. Там не совсем личные блоги, там написано, что запрещены дневниковые записи. По сути там такая расшифровка, что это какие-то материалы на тему быта и отношений. И при этом они не несут какой-то полезной информации для читателей. Немного абстрактная, конечно, формулировка, но в принципе мне суть понятна. Ну то есть я вообще личный блог не веду на пульсе от мейл. Пусть он у меня остается на Яндекс.Дзен. Там любят заголовки формата «Сжал консервную банку, показываю, что получилось». Но есть моменты, которые в правилах мне не совсем ясны. Вот, допустим, есть в правилах такой пункт, что запрещены заголовки, которые намекают, либо отсылают к теме секса. Либо как-то обыгрывают непристойные выражения. Но у меня есть такая вот статья. Статья на канале про фильмы, и заголовок там звучит примерно так. Что означает фраза Суходрищева, это такой герой из Шерли Мире, которая звучит так. Деревянными членами торговал. По сути, это прямая цитата из фильма. И означает, она там не отсылает вообще никак к теме секса. По сути, деревянные члены — это члены партии КПСС. А торговал деревянными членами означает, что он торговал вот этими деревянными фигурками этих членов КПСС, скажем так. Вот, и в статье об этом рассказывается, объясняется, что вот был такой период у нас в стране, когда они пользовались спросом, их покупали туристы, продавали их на каждом углу в Москве. Будет ли это считаться нарушением, мне не совсем понятно. Я на самом деле написал в техподдержку по этому вопросу. Я в конце вот этого видеоролика, как только придет ответ от техподдержки, вставлю их ответ. Ну и думаю, станет более понятно по этому пункту. Запрещены еще кликбейтные заголовки, но тут, как всегда, немножко все абстрактно и немножко все непонятно. Ну то есть, очевидный кликбейт, с ним все понятно, это когда там в заголовке одно в содержании другое, либо заголовок что-то преувеличивает, а по содержанию там ничего нету. Ну либо какой-нибудь эмоциональный окрас с недоговариванием информации, типа интернет покорили фото этого малыша, зять был в восторге, когда увидел это. Пять советов, которые точно кардинально изменят вашу жизнь за 10 минут. Всякие недоговаривания с многоточием, типа чудесное средство, которое делают из обычной многоточия. Вот. Но тут опять же много пограничных состояний, когда вроде бы и не кликбейт, а вроде бы и кликбейт. Вроде бы можно оценить и так, и так. В общем, по данному пункту не хочу пока ничего говорить. Посмотрим, как это будет применяться на практике. Что будут ограничивать, что не будут ограничивать, что будут рекомендовать исправить, а что не будут. Будем смотреть дальше. Запрещены не информативные заголовки, в которых непонятно о чем говорится, типа вселенная часть 15, удочки часть 16, все такое. Что мне не совсем понятно, и вернее даже не совсем нравится, это почему запрещены слова в заголовках, а они запрещены такие, как действительно, реально, буквально, на самом деле. Даже вот фраза на самом деле может использоваться в различном контексте. Например, на самом деле я не хочу туда идти. Или совсем другой момент, если фраза эта употребляется в таком контексте. Например, как на самом деле выглядел Петр Первый, если не верить легендам. И вот непонятно, запрещены обе интерпретации или только одна интерпретация, ну то есть нет какой-то расшифровки. Но в целом понятно, что нельзя слова усилители, непонятно, почему нельзя слова усилители. Ну, видимо, чтобы вот не придавать эмоциональную окраску. Запрещено в заголовках использовать капслок, ну то есть крупные буквы. Например, слово мощное там выделено большими буквами, так вот нельзя. Но если это аббревиатура какая-то типа НАТО, страны НАТО, большими буквами, так можно. Ну потому что это название, тут все очевидно. С картинками, которые вы ставите на превьюшке, тоже в принципе все понятно. Запрещены какие-то материалы катастроф, шокирующий контент, запрещены люди в нижнем белье, запрещены голые люди также. Ну тут в принципе разночтений-то никаких не возникнет. Разве что фотографии с пляжей, тут конечно нужно уточнить, но у меня нет таких материалов. Поэтому надо спрашивать у тех, кто об этом пишет. Еще фотографии, вызывающие брезгливость, хоть они может быть и не подходят под определение шок-контента. Но тем не менее, всякие там пауки-монстры, которые мерзкие-мерзкие, как бы нужно быть с этим осторожнее. Ну тут тоже грань такая тонкая, непонятно, что у одного вызывает отвращение, у другого может не вызывать отвращение. Но будьте аккуратнее. От себя один момент добавлю, который не указан в правилах, но тем не менее, я его ощутил на себе. Это некачественное изображение. У меня была на одной статье фотография, вернее это скриншот с видео старого. И там был изображен человек, скажем, но фотография не прям плохая, но и не отличная. И меня попросили убрать и заменить на более качественную фотографию. Ну и тут тоже все не так однозначно. Допустим, вы пишете про какое-то историческое событие, но у этого исторического события нам удалось найти только один какой-то снимок не очень высокого качества. Один снимок, который относится к делу, я имею в виду. Допустим, какой-то редкой исторической личности, либо какого-то события. Вот кто-то один снимок там сделал в этот момент и все, других нету. Тогда да, тогда берите и используйте, смело используйте. Можно, конечно, взять какое-то абстрактное изображение и прилепить туда высокого качества, но это будет хуже, чем тот снимок, который реально относится к делу. Тем более у них в правилах так и написано, что превью изображения должны отражать суть публикации, которую вы размещаете на пульсе. Ну и не вводить читателя в заблуждение. Ну и еще некоторые моменты, о которых стоит здесь упомянуть. Пульс публикует только материалы на русском языке, запрещены полностью рекламные материалы, где единственная цель это вот как раз продвинуть какой-то товар, либо услугу. Ну и брать и размещать чужой материал, естественно, нельзя. Ну, собственно, вот, это вот основные моменты, которые стоит знать. Есть, наверное, еще множество нюансов, которые выяснятся уже в процессе, когда пульс будет полноценно работать. Но о них мы поговорим в следующих роликах. Ну и, собственно, вот, ответ от технической поддержки по поводу заголовка. Вот, кстати, он. Внизу дублируется мое обращение, и заголовок звучит так, что означает фразу Суходрищева деревянными членами торговал в фильме Ширли-Мырли. Тут я пишу, что это достоверная цитата из фильма, и вот что мне ответили. Такой заголовок в данном контексте использовать допустимо. Чуть ниже идет ответ по еще одному моему вопросу, что статью про то, как в СССР боролись с порно, тоже писать можно, главное без акцента на действия. Ну, если интересно, он звучит вот так. И второй вопрос хотел бы сразу задать. На историческом канале хотел написать статью про то, как в СССР боролись с порно, с примерами уголовных дел и выдержками из них. Такое допустимо писать? Мне сказали, что допустимо в историческом контексте. Ну вот, как мы видим, все дело в контексте. Ну, думаю, теперь с правилами на пульс от Mail стало немного понятнее. Ну, а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится. До новых встреч на Инстаграм тоже подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok